здравствуйте сегодня мои дорогие подписчики я для вас записываю видео видео мое конечно будет на тему суккулентовода но почему я вам показываю вот эти замечательные цветы 3 июня у меня был юбилей и вот такие цветочки мне были подарены так на поздравление на юбилей я напросилась жду от вас друзья мои поздравления и пожелания а тема моего видео сегодня будет крестовники вот такой у меня есть вот такой кашпо где разрослись 4 замечательных крестовника это крестовник роули смотрите обычный обычный крестовник роули вот так он хорошо растет крестовник гирей на он отличается чем тем что вот такие у него горошинки удлиненные как арбузики и он немного как бы ну медленнее что ли растет чем обычный крестовник из-за этого продажи он по всей видимости дороже вот такой крестовничек следующий крестовник это дельфинчик с наступлением достаточно света то дельфинчик у меня стал похож на дельфинчик а так были вытянутые стебли вот они в конце ниже никуда не денутся кое-что я уже обрезала поэтому вот сейчас он у меня стал похож именно на взлет дельфина смотрите очень много растений похожих все различных цветов похоже на то на бабочку то на какой-нибудь еще насекомое либо птичку райская птица мне цветок очень нравится но не знаю где его братья и можно ли его в комнатных условиях выращивать и вот такая оттона мясистая но она у меня она должна прямо такая темно-фиолетовая быть но у меня она зелененькая видать и недостаточно света вот такие четыре крестовника у меня есть и следующие еще из этого же рода еще два покажу вам крестовничка вот еще четыре вида это две разновидности вот этих бусинок шемчужных нитей это крестовник роли варегатный видите какой пока у меня все с ним очень хорошо я на него как бы можно сказать не дышу потому что первый мой опыт был неудачный и от других суккулентоводов даже от самых опытных я слышала что он очень труден выращивание поэтому вот стараюсь выращивать пока с ним все хорошо видите даже есть полностью варегатные бусинки есть вот такие вот вот и крестовник роли радиканс вот такой симпатичный смотрите очень симпатичный то есть длинненькие у него бусинки такие же как у грейна только без полосочек и менее у меня менее они мелкие не знаю может быть еще хочу сказать что некоторые крестовники называется сенец его то есть может быть это так удобно именно это растение назвать сенец его в переводе это означает крестовник то есть сенот сенец его и крестовник это одно и то же это я вот сделала вот такие вот выводы вот это сенец его ползучий симпатичное растение с полосочками с налетом очень мне нравится это растение вот растет пока она у меня еще маленькая и вот такое сенец его красиво когда ему всего достаточно либо света либо стресса некоторые говорят что суккуленты приобретают цвет из-за стресса я еще пока в стресс водить свои суккуленты не умею что хочу сказать про этот крестовник очень красивый такой крестовник когда ему всего хватает он фиолетового цвета такие листики прям ну я люблю такого плана растениям но он растет одним столбом если хотите чтобы он ветвил спустился либо размножить его хотите я уже размножала его у меня есть череночки от этого растения вот вот такое замечательное растение крестовник красисмус представляю следующие два крестовника это войлочные все различные крестовники вылочные все различные растения я очень люблю но сейчас расскажу о двух вот этих вот это сенец с капоса с воды енсис с ним у меня пока не было проблем только что если сказать что он вот тоже растет одним стебельком а хотелось бы чтобы он рус рос кустиком макушку сносить ему я боюсь потому что расскажу попозже потому что на другом растение вот такое растение это крестовник хаварта очень красивое растение очень красивое завораживающе но я с ним еще пока вроде бы он у меня жив да вот здоров но он меня постоянно пугает сначала он не укоренился все было хорошо затем у него почему-то отсохла макушка что-то я не знаю что случилось то ли перелила то ли пересушила прям полностью начала макушка засыхать листья они сморщились я отрезала эту макушечку пыталась ее укоренить ничего не получилось потом он у меня вроде бы вот так раскустился того что макушка была снесена все было хорошо но затем начали вот массово вот так делать листья отпадать то есть они сначала такие становятся на вид как будто мягкие потом они либо ссыхаются либо отпадает думаю может быть я его перелила я вытащила посмотрела корни ставлю вам фотографию корни были прекрасном состоянии посадила заново в другой грунт задала вопрос что с моим крестовником но посоветовали мне его пересадить в низкую плошку чтобы грунт быстрее просыхал все таки наверное перелила вот но пока я плошку не нашла такую пересадила его заново в горшок и теперь буду поливать совсем понемножку посмотрю как он будет себя вести дальше и на закусочку вот такой крестовник скопосус стрелконосный теперь я что хочу сказать по поводу макушки я вам говорила что боюсь вот здесь макушку резать потому что это как бы одно семейство вот этот крестовник он был поменьше ну довольно таки приличное было растение но поменьше чем сейчас я решила его размножить снесла у него макушку макушка не укоренилась тоже может быть нужно чтобы побег был более такой ну как покрупнее или что ну не знаю почему не укоренилась не укоренилась макушка высохла и все значит а из точки роста начали расти вот такие просто листья то есть размножить мне его не удалось почему я его пересадила вот в такую плошку он у меня вот таком горшке находился сидел плотно и получалось что я воду лила на листья и листья стали то есть никак даже туда нельзя было вот так залезть чтобы полить грунт поэтому я вот придумала фикс прайсе есть вот такие для пищевых продуктов и очень многие использую плошечки для пищевых продуктов я использую для цветов я здесь конечно дренаж хороший сделала отверстие не сверлила не знаю пожалею я потом об этом или нет но пока не сверлила и пересадила его сюда чтобы он был более каким-то ну чтобы ему было просторно и был красивым я думала о том чтобы может быть взять горшок большего диаметра но они высокие и как бы если большего диаметра занимает место много а это плошечка вот здесь небольшая она наверно сантиметров может быть пять или шесть поэтому поэтому я решила пересадить вот в эту плошечку не линеечка под рукой сейчас посмотрим сколько ой ошибся мой глазомер 7 сантиметров высота вот здесь 6 разные бортики а так как они вот сюда закругляются то здесь 7 вот такую вот плошечку я посадила его со временем думаю листья нижние у меня закроются и он будет красивым вот это одно из любимых моих растений после гарнет лотус не знаю почему я вот когда смотрю на растения и вот в душе чувствую что люблю 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 вот это является у меня крестовник хаварда которые никак не научилась еще выращивать течение года и вот такой вот крестовник скопосус вот этот мне нравится больше чем например вот этот хотя он тоже под лампами у меня смотрите войлока у него сколько появилось и вот и моя знаменитая любимая гарнет лотус ну вот и все в следующем видео планирую вам показать либо седуму либо кактусы которые у меня накопились вы мне пишите в комментариях чтобы вы хотели увидеть или седумы или кактусы может быть кто-то напишет потому что вопросов мне в видео никто никогда не задает поэтому я даже не знаю как подбирать темы просто показываю вот то что у меня есть ну и соответственно опыт который у меня накопился пока пока